Здравствуйте, друзья! Сегодня ко мне на обзор попала акустическая система Edifier R1600T3. Это тоже из линейки новых колонок с цифровыми усилителями и импульсными блоками питания. Посмотрим, как оформлена эта акустическая система, что интересного в ее конструкции и комплектации. В цветной картонной упаковке мы находим инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, пульт дистанционного управления, маленький всего, громкость плюс-минусу, выключить динамик, мьют, режим. Комплект кабелей содержит кабель сигнальный 3,5 мм миниджек на 2 тюльпаны RCA, кабель соединительный акустический между пассивной и активной колонкой 4-х жильный, и RCA на RCA два одинаковых окончания на кабеле. Мы видим колонки, они совсем небольшие, но посмотрим, на что они способны. Итак, активная колонка. Интересные дефары, защищают боковые поверхности колонок. Такая мягенькая ткань. А в ней укутана, собственно, активная акустическая система. Давайте ее рассмотрим. Колонка с наклонной передней панели. С фронтальным расположением порта, двухполосная, низкочастотный динамик и низкочастотный динамик. На задней панели мы видим гнезда подключения входа AUX PC, разъем для кабеля для подключения пассивной колонки, включатель питания и несъемный сетевой кабель. Сбоку расположены регуляторы громкости volume низких и высоких частот с фиксированным в среднем положении. Это важно для тех, кто хочет линейные уровни получить без улучшайзеров, тембров. Регулятор громкости – энкодер, многооборотный регулятор. Это традиционно для моделей с электронными цифровыми усилителями для колонок EDIFIRE. Посмотрим, что декларирует производитель на эти колонки. В инструкции к этой акустической системе пересечивлены все ее плюсы. Это 60 Вт общей мощности, которая распределена как 13 Вт на пищалке и 17 Вт на басовой динамике. Но помножив на 2, получится 13 плюс 17, на 2 и каждая колоночка 60 Вт. Не более 10% меряется искажение при этом. Более 85 ДБ ДБА, то есть соотношение сигнала-шум взвешенное. Частотный диапазон позиционируется как от 30 до 20 тысяч. Что для таких малышей представляется малореальным? Посмотрим. Чувствительность указана по входу PC700, по входу AUX 550 мВ. Входы вообще 2 PCAUX, wireless, то есть беспроводное дистанционное управление, регуляторы баса и высоких частот, общей громкости, динамички Twitter 4 Ом и WUFI ROG 6 Ом, 4-дюймовые. Размеры колоночек тут указаны, вес около 7 кг. Ну на самом деле высота колонок 254 мм, то есть это очень мало. И на столе, давайте-ка попробуем посмотреть, как они на столе. На столе они занимают очень скромное место. Ну у меня монитор большой 27 дюймов, но если монитор был бы даже 17 дюймов для лаптопа какого-нибудь 15 дюймов, то эти колоночки все равно бы его над ним не нависали, так сказать. Посмотрим, что у них внутри. Разберем колоночки, посмотрим, что у них там внутри. Ну, посмотрим, чем богата эта акустическая система, откуда, так сказать, такие высокие параметры. Вот плата, смонтирована на задней панели для минимизации коммуникации, соединений. Все проводочки укутаны в мягкий поглощающий материал, чтобы не создавать переотражение внутри корпуса. Внутри корпуса здесь не очень хорошо видно, но там находится импульсный блок питания. Здесь на плате расположена вся схема управления, и предварительное усиление, и АЦП, и оконечные усилители. Все тщательно заделано, никаких дребезгов и дефектов звука не будет по вине конструктивных особенностей этой колонки. Внутри можно увидеть, что есть синтепон. Ну-ка попробую показать. Внутри мы видим, вот, лежит блок питания. К нему идут соединения некоторые. Далее синтепон, за которым скрывается, видимо, низкочастотный динамик. Итак, пару слов о схеме. Пару слов о схеме, на которой построена работа этой акустической системы. Вот схема электрическая принципиально. Из нее мы видим, что усилительный тракт построен на усилителях ТАС 5707. Два корпуса стоит. Каждый из них двухканальный, работает отдельно на басовый динамик, на басовый динамик и отдельно на низкочастотный динамик. Вернее, наоборот. Вот это внизу мы видим. Низкочастотный динамик и оверховый, выскочастотный правого и левого канала, соответственно. Усилители выполнены Texas Instruments. То есть фирма солидная подделок, пока не замечена на рынке. Поэтому пользователь может быть уверен, что электроника не подведет. Вообще схема очень проста. То есть в отличие от колонок линейки Studio Defire, здесь весь тракт построен на конечных усилителях и контроллере STM, который управляет работой всей системы. То есть сигнал с АЦП, аналога цифрового преобразователя PCM1808, поступает сразу на конечный усилитель посредством управления вот этого контроллера STM8. Импульсный блок питания. Также здесь присутствует напряжение стабилизированный, которыми управляется и питается эта акустическая система. То есть всё предельно просто, предельно надёжно и, в общем-то, классно. Люблю простоту. Теперь немного о динамике. Предлагаю посмотреть поближе на применённые здесь динамики. Как всегда, Defire не перестаёт удивлять. Давайте я выкручу динамик и вам покажу. Выкручивается динамика, кстати, тоже непросто. Это бита торкс, это не отвертка. Это имеет и декоративное какое-то назначение, и, возможно, защита от нежелательных вмешательств в этой колонке. Динамики Defire, как всегда, очень интересны. Что интересно в этом динамике? Ну, кроме довольно мощного магнита, экранирующего магнита, ровно приклеенных подвесов верхнего и нижнего, толстеньких проводков, тензелей, которые подводят от контактной площадки к диффузору. Динамичка. Здесь применён интересный материал Nomex. Что такое Nomex? Nomex – это новый материал, комбинированный, который имеет удивительные механические свойства. Он лёгкий, термостойкий, влагостойкий, износостойкий, жёсткий, много жёстче, допустим, бумаги, но при этом легче каких-то жёстких, реально жёстких, известных нам материалов. Короче говоря, новая технология. Тоже новая технология, хотя с виду и не скажешь. Просто каждый динамик Defire, в принципе, представляет собой некое произведение искусства. Это не просто слепленный динамик по заветам леща, по старинным технологиям. Всё здесь продумано, всё классно и всё по месту. Конечно, не потрачено ни одной лишней копейки. Ни одной. То есть, если бы можно было сделать такой же точный динамик, только с лучшими параметрами, они бы его сделали за те же деньги, имеется в виду. Либо удешевить производство, они с удовольствием готовы, они покупают патенты, они сами патентуют свои изделия. Кстати, о патентах. Вы можете в интернете поискать патенты, и в Дифарах там довольно много в открытом доступе, американских. Притом, что фирма китайская. Просто международный патент обычно регистрируется в США. Вот. Короче говоря, Номикс материалом этого динамика служит, и он ведёт себя, скажем, лучше, чем вела бы себя в таких же условиях прессованная бумага, кевлар, алюминий или какие-либо более экзотические виды материалов. Какие бывают, вы, наверное, знаете, от дерева шпона до металла, до плёнки ленты, какие угодно. Всё это делается для того, чтобы получить нейтральный звук, неокрашенное звучание, чтобы облегчить подвесную систему динамикой, и при этом качать как можно больше воздуха, с хорошими скоростными, желательно, характеристиками. Ну, вот здесь это решено таким образом. Поставлю его на место, чтобы вдруг не повредить, а то мне влетит потом. Итак, вот колонки собраны на столе, они не производят впечатление громоздких. Наоборот, они изящные, маленькие, не занимают места. Можно даже две пары поставить, одна на другую. Шутка. Перед тем, как их включить и прослушать, я хочу вам показать кривую импеданса этой акустической системы, измеренную на басовом динамике. На импеданс твиттеровом у нас тоже есть. Вот, вместе они выглядят вот так. Нас интересует основной импеданс басовой головки, потому что от этого зависит настройка порта, чтобы понимать, что можно от этой колонки ожидать. Обещано 30 Гц, но это какая-то нереальная цифра для столь маленькой акустической системы. Кроме того, она подозрительно круглая. И, кроме того, хотелось бы, чтобы она лучше, меньше, да лучше играла. Вот что она, собственно говоря, и делает. Я вам это покажу сначала на цифрах. То есть, настройка порта, короче говоря, в этой системе показала цифру 75 Гц. Это значит, что несколько ниже на полоктавы, там от 50 Гц, 45 Гц, это система вполне спокойно может обеспечить низкие частоты. Не стоит расстраиваться, потому что, во-первых, это маленькая акустическая система, во-вторых, живых звуков на этих частотах всё равно практически нет. А монструазные треки с крэшем сабвуферов нужно слушать на сабвуферах, а не на таких колонках. Это колонки для взрослых людей, в принципе, или для людей, ценящих интерьер. Посмотрите, какая у них отделка. Деревянные панели, очень толстые стенки, они вдвое толще вот этой стеночки получаются. То есть, они наклеены на внутри ещё стенки. То есть, очень не глукие корпуса, это очень хорошо. То есть, я хотел подчеркнуть эстетику этой акустической системы. Она выполнена очень красиво. Вот. И настройка порта на 75 Гц, это очень хорошо для неё. То есть, частотный диапазон, начинающийся от 45 Гц, это за счастье, можно сказать. Итак, послушаем немного. Послушать мы можем только бесплатный контент из YouTube, потому что они ругаются. Ну-ка. Попробую показать вам звучание этих колонок с помощью внешнего микрофона, подключённого к звуковой карте. Возможно, это звучание покажется вам более убедительным. Продолжение следует... Не знаю, насколько хорошо здесь было слышно, но, так или иначе, система показала себя довольно приличной. На ней можно слушать и жёсткие композиции, и агрессивной музыки. Можно слушать лирические мелодии. Она довольно неплохо и детально воспроизводит среднечастотный диапазон. Верхний бас, тот самый, в котором лежат, например, мужские голоса, подавляющее большинство акустических инструментов. Хоть сейчас мы слушаем синтезированную музыку, можете мне поверить на слово, эта система не разочарует музыканта для домашнего использования, для прослушивания музыки в своё удовольствие, а не для экспертных оценок. Уже не говоря о прекрасном внешнем виде, в принципе, о умеренной цене, я так думаю, я не знаю, сколько она стоит, кстати. Мне кажется, что эта колонка одна из самых удачных в линейке двух полосок Edifier до линейки Studio, то есть более бюджетных таких, в которые входят R1600, R1700, R1800, и даже R1900, по-моему. И даже R2000 dB. Она, по-моему, немногим больше этих систем. Но из всех их объединяет цифровые усиления, импульсные блоки питания и новые технологии во всём подряд. От изготовления печатных плат своего, кстати, тоже, от своей лаборатории, прежде всего, и до, собственно, излучателей. Излучатели, возбудители сигнала, простому динамиков, которые, в принципе, являются звеном самым важным в определении качества звучания акустической системы. Короче, пятёрочку, твёрдую пятёрочку по пятибалльной системе, его поставят из системы, напомню, это было Defier R1600 T3. Удачи вам, ребята! Увидимся в следующих обзорах.